Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нет, вот уже езжу кругами, ничего не могу найти Как вам такой вообще при новогодний ажиотаж? Я пожалела, что на машине поехала Вообще долго уже еду, вот метров 20 проехал, минут 15, наверное Долго-долго Уже как, опаздываете куда-то? Да, конечно, торопимся, ребенок маленький Замучилась, три круга Три круга вокруг, это было два часа назад А сейчас нашла, я уже с парковки выехала Освободила место тому Ниссану Он счастлив Везде успеваете вообще как, нет? Нигде не успеваю Да не то, что тяжело, даже проехать-то тяжело Правый полностью стоит, центр тоже стоит Пробки, по всей видимости, стали последней каплей для двух автолюбителей в центре города Сегодня днем двое мужчин не поделили дорогу и подрались Все произошло после полудня на улице профсоюзов На ролике с видеорегистратора видно, как автомобиль Тойота пытается перестроиться перед Хондой, но безуспешно После этого Тойота обгоняет Хонду и встает посредине дороги Из авто выбегает мужчина и через окно бьет второго водителя Далее драка продолжилась уже на проезжей части После нескольких ударов водитель Тойоты упал и перестал сопротивляться А затем поднялся на ноги и убежал к своей машине Но потом снова вернулся, ударил дверь Хонды и покинул место драки И еще о предновогодних происшествиях Закурил в салоне авто, а в итоге устроил опасный фейерверк На трассе в Красноярском крае сгорел микроавтобус с петардами Все произошло накануне вечером, недалеко от Девногорска Водитель микроавтобуса Тойота ехал в сторону Абакана, сообщает в МЧС На крыше авто перевозились петарды и газовое оборудование По предварительной причине водитель закурил в салоне, чем и вызвал пожар и взрыв газа В результате этого возгорания никто не пострадал Пламя потушили 12 пожарных за несколько минут В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия И от происшествий к воспоминаниям В конце года принято подводить итоги Каким 2017-й увидел телеканал ТВК прямо сейчас в нашем сюжете Одним из самых ярких и заметных событий 2017-го года стал экологический митинг В марте на Красную площадь вышли 2000 красноярцев Трансляцию в реальном времени на сайте ТВК смотрели 6,5 тысяч человек А уже спустя час после самого митинга в специальном выпуске новости ТВК рассказали, как люди требовали чистого неба над головой В эфире специальный выпуск новостей ТВК Буквально час назад закончился митинг за чистое небо В ближайшие полчаса кадры протеста и обсуждения с экспертами Кстати, тогда представители власти не пришли ни в новостейную студию, ни на сам митинг Да и проблемы с экологией они предпочитали просто не замечать 2017-й год объявлен как раз годом экологии Красноярцы заметили все без исключения, что во время визита Путина дышать в городе стало легче Вы тоже заметили, что стало легче дышать? Поверьте, вот эти вот, что вы там заметили, замечает только ТВК В Красноярске дышится легко всегда Толоконский не замечал ни то, что в Красноярске нечем дышать Ни то, что в городе вырубают сотни деревьев Вырубленный сквер, кстати, Толоконский и вовсе называл, цитата, «несколько старых тополей» В том числе и из-за нежелания замечать, признавать, а главное решать существующие проблемы Власть в крае поменялась за считанные дни В конце сентября Толоконский сам объявил о своей отставке и ушел в никуда Вы знаете, чем вы будете заниматься? Нет, я на пенсии В эфире экстренный выпуск новостей ТВК Главная новость дня сегодня Действующий глава Красноярска Эдхам Акбулатов решил снять свою кандидатуру с конкурса на пост мэра города Спустя ровно три недели о своем самоотводе объявил и Эдхам Акбулатов Он лишился поддержки Толоконского и потерял доверие горожан Последней каплей стал многострадальный ремонт на проспекте Мира За лето главный проспект города превратили в Сталинград Лишь осенью Акбулатов устроил показательный нагоняй Но больше это походило на политические судороги Наплевательское отношение со стороны подрядной организации Халатная нерасторопность со стороны заказчика Вот результат Ремонт на Мира так и не доделали Опоры освещения, которые обещали установить еще в ноябре В город не приехали до сих пор А сам проспект в этом году впервые остался без праздничной иллюминации Остались в этом году и депутаты без повышения зарплат После программы «Новое утро», в которой ведущий Александр Смол рассказал о планируемом повышении В интернете произошел взрыв Или, как это принято сейчас говорить, хайп Ролик набрал более миллиона просмотров Ну и народные избранники передумали поднимать себе зарплаты Депутаты Красноярского законодательного собрания увеличили себе зарплаты в два раза Ребята, похлопайте, пожалуйста, за кадром Вы молодцы! И уж точно несколько тысяч россиян увидели корреспондента ТВК на пресс-конференции президента В середине декабря Екатерина Кашучик побывала на ежегодном мероприятии с вопросом о газификации региона Вопрос Екатерина задать не смогла, зато плакат с логотипом телекомпании запомнился всем 2017-й получился ярким, насыщенным, местами даже неожиданным Год 2018-й также обещают быть богатым на события И, конечно, о самых важных моментах в жизни города и края мы расскажем вам, как всегда, в прямом эфире новостей ТВК Екатерина Лукашенко, Виталий Субботин, Николай Чистяков, новости ТВК Чем вам запомнился уходящий год? Какие итоги подвели лично вы? Делиться историями сегодня будем в прямом эфире Ваши самосообщения уже ждем на смс-сервис 9020 в группе новостей ТВК ВКонтакте А также в Вайбере, Ватсапе, Телеграме номер 8-923-165-45-00 И вопрос, что же для вас стало главным итогом года? Мы сегодня задавали людям на улицах, давайте послушаем их ответы Ну, у меня дочка закончила школу в этом году Как закончила? Хорошо, отлично Все нормально, продолжаем обучение, так что все Поступила уже? Ну, естественно Девушка приехала из Греции, моя подруга Ну, она не говорит по-русски, конечно же Ну, немножко так, там, спасибо, там, что-нибудь такое Что самое счастливое, что девушка приехала, наверное? Да Я приехала сюда, это мой первый раз в России Это самое большое событие для меня в этом году Потому что я всегда хотела поехать куда-то еще, кроме Европы Это лучшее, что могло быть в завершении этого года Здесь все чудесно, и мне все очень нравится Мои дети съездили в Крым, я рада за них Не два месяца там отдыхали Как съездили? Ой, ну-ка, отлично Я отчислилась из Института экологии и географии Разочаровались в экологии города? Не то, чтобы просто немножко не то Поняли, что не ваше? Практика там крутая На природе здорово Ну, вот из позитивного, да, поняли, что не ваше? Что-то свое уже нашли? Куда-то собираетесь перепоступить? Да, ближе к биологии куда-то Потому что там картография, география, это не мое точно Сами-то вы рады? Да Съездил за границу впервые нормально Помимо какого-то СНГ именно Вот, а так, в общем-то Какие ощущения от за границей-то? Это ж такое событие Ну, да, в целом, в целом неплохо Мне понравилось А где были? В Болгарии Как вам? Круто Нучка пошла танцевать Дети оттанцевали А теперь вот внучку Дом офицеров Что танцует? Ну, пока только еще 4 годика Пока только так Вообще Но она у нас очень хорошо танцует танцы, которые в рекламах показывают Да Это вот когда не индийские, а такие Ну, вы знаете, одним местом крутят Годом Ваши личные итоги года мы сегодня собираем через СМС-сообщение Очень много у нас трогательных семейных историй В этом году в первый класс пошла наша старшая малышка Уже приносит отличные результаты Младший тоже не отстает от сестры Пошел первый раз в сентябре в садик Ему очень нравится, радует нас своими достижениями Вот такая есть история в Вайбере Мне запомнился год низкой зарплаты воспитателя детского учреждения Даже без премии Хоть бы хватило дожить до аванса, который будет в конце января Вот такие есть тоже сообщения Очень много мнений от людей Которые действительно экономические трудности, которые были в этом году К сожалению, запоминают ярче всего Я очень запомнила, что зарплата не хватает каждый год Для меня это, к сожалению, стало главным событием такое Есть сообщения в WhatsApp и есть даже сообщения в стихах Присылайте все это, тоже обязательно будем читать Но впереди у нас 40 секунд рекламы После мы вернемся и расскажем о новой должности Которую скоро может получить Толоконский И о тех сюрпризах, которые вас ждут в новом году Это ночные новости ДВК Мы продолжаем прямой эфир Тетенков вернулся Экс-глава департамента горхозяйства Стал руководителем Свердловского района Его назначил мэр Красноярска Сергей Еремин Который в ноябре сам же и уволил Тетенкова С должности вице-мэра и главы департамента После провального дорожного ремонта Тетенков тогда отвечал за проспект Мира Который так и не доделали Сегодня мы попытались узнать о рабочих планах Игоря Петровича Но он оказался слишком занят для комментариев Отмечу, Тетенков уже руководил администрацией Того же Свердловского района С 2011 по 2013 год Карьерный взлет грозит не только Тетенкову Виктор Толоконский к весне может занять должность Вице-премьера по развитию Сибири Пишет информагентство Этот пост экс-губернатор Красноярского края Может получить после президентских выборов 2018 года В мае Владимир Путин, пишут источники, будет формировать новый состав правительства В котором и должна появиться новая должность На которую пророчат Толоконского Подобная информация существует уже в нескольких СМИ И есть информация о том, что должность будет аналогичной Той, что есть на Северном Кавказе и Дальнем Востоке А действующие первые лица и края и города уже готовят новогодние поздравления для красноярцев Вы увидите их в новогоднем выпуске новостей ТВК 31 декабря, как всегда, в 20.00 Мы расскажем о главных событиях уходящего года, о самом обсуждаемом видео, а также о том, чем заняться во время каникулы Конечно, самый точный прогноз от синоптиков тоже ждет вас в выпуске Не пропустите! 31 декабря в 20.00 А прямо сейчас в эфире последняя серия новогоднего проекта «Поверь в мечту» Наверное, самая глобальная мечта всей этой недели Целая семья попросила помочь жить самой младшей их представительнице К нам обратилась бабушка маленькой красноярки с рассказом о том, как 10 лет назад ее тогда еще двухлетние внучки поставили неизлечимый диагноз – сахарный диабет Ребенок сейчас даже не помнит, что такое жизнь без уколов, хоть и мечтает о ней Эту мечту отправилась исполнять наша съемочная группа Я говорю, моя сладенькая Как-то вот это в прямом теперь и в переном смысле у меня моя сладенькая Сладкий диагноз улыбающейся малышке Настасье поставили в два года Мама Женя вспоминает, как она не верила диагнозу врачей, а врачи – показанием анализов Мы первый раз сдали кровь анализы, и врач наша удивилась Говорит, давайте пересдайте, то есть мы пересдали, то есть она не поверила, думала, может ошибка какая-то Потом второй раз пересдали, потом уже все Потом началась жизнь в больницах. Детям с диабетом показаны постоянные обследования Когда маленькую Настю первый раз положили под капельницу, одной из первых к ней в больницу приехала бабушка Настю Женя увезли в больницу, я приехала, наша маленькая Настя была под капельницей, первые слова были, это было, конечно, очень тяжело Она сказала, бабушка, я кушать хочу, почему-то я очень хорошо запомнила Как запомнила и то, что пыталась выяснить у врачей, какие лекарства теперь нужны и когда все это пройдет А после ответа долго сидела на лавочке у больницы, пытаясь этот ответ принять Был ответ, что это в принципе не лечится, скажем, на всю оставшуюся жизнь Всю жизнь, которая только началась Сама Настя, по словам мамы, и не помнит, что когда-то проводила день без уколов И до какого-то возраста даже не понимала, что с ее здоровьем что-то не так, пока не пошла в детский садик В садике, потому что дети разные, сами понимаете, время такое, дети бывают жестокими иногда, где-то что-то ей кто-то сказал Вот эти ребятишки из группы, с которыми я ходила, где-то вот, я же приходила, мерила сахар, уколы ставила Естественно, они там где-то говорили, вот, Настя больная и так далее и тому подобное То есть, естественно, у нее там закралось в голове, что я какая-то не такая, как все Да, не такая, ты просто дисциплинированнее, чем все остальные, отвечали ребенку родители Сейчас Настя сама себе делает порой по пять уколов в день И только маме по секрету рассказывает, что стесняется этого до сих пор Раз она всегда изменить жизнь ребенка, может специальный гаджет, контролирующий уровень сахара Это инсулиновая помпа Если вы не знали, то инсулиновая помпа выглядит вот так Для 12-летней Насти ее приобрела телекомпания ТВК Да, но отдельно мы благодарим еще и фонда «От сердца к сердцу», они помогли доставить эту помпу в Красноярск Идем дарить Ну, это помпа Помпа Для чего она, знаешь? Ну, для того, чтобы это сахар измерять, ой, укол ставить, чтобы постоянно не колоть уколы Наверное, буря эмоций, поэтому она в таком состоянии находится Можно тебя обнять? Я тебя поздравляю, что у тебя теперь есть вот такая вещь Эта вещь сделает так, что девочка больше не будет искать места, где бы спрятаться и замерить сахар Не будет считать шишки от бесконечных уколов, а будет просто жить И ей это будет чуть легче, чем сейчас И эта семья, кажется, этого по-настоящему заслужила Даже без дорогого оборудования они научили ребенка жить с диабетом, а не страдать от него Когда с Настей мы заговорили о ее мечтах, она рассказала, что хочет собаку, что думает стать большим художником И только потом вспомнила, что ее здоровью тоже нужно что-то загадать А, точно, забыла, чтобы вылечиться от сахарного диабета Это была последняя серия проекта «Поверь в мечту» Но мечты-то еще остались, может быть, они есть прямо у тех, кто находится рядом с вами И вы можете их исполнить, для этого нужно просто в них поверить Екатерина Кашутчик, Александр Тропин, Новости ТВК И мы продолжаем спрашивать вас, а какие личные итоги подводите вы в этом 2017 уходящем году Есть у нас мнение о тех, кто больше всего запомнил уход мэра Красноярска Акбулатова и губернатора Толоконского Запомнилась смена власти в Красноярске, также пишет нам Светлана Из личного через 8 месяцев хождения по врачам и больницам поставили правильный диагноз, что радует И много очень сообщений от тех, кто пишет, что год запомнился смертями известных людей Один за одним уходили действительно великие личности Ну и, конечно, ремонт проспекта Мира тоже сейчас, я смотрю по количеству сообщений Бьет буквально все рейтинги И люди пишут о том, что надеются на 2018 год, который будет не таким, может быть, печальным или трагичным, как был в 2017 И очень много у нас сообщений от тех, кто делится семейными событиями Вижу, что очень многие дети закончили школу и большую радость своим родителям доставили Но впереди у нас блок «Полезная информация» после эксклюзивного поздравления от ведущих программы «Новое утро» И вспоминаем сюрпризы, которые Новый год преподносил нам в разное время Вы смотрите Ночные новости ТВК Мы работаем в прямом эфире И прямо сейчас продолжаем проект Натальи Кечиной «Вспоминая Новый год» Сегодня о сюрпризах и приятных подарках, которые красноярцы получали в новогодние праздники 21 века В конце декабря 2006 года в роддомах Красноярска мамочки особо заинтересованы нервно гадали Родится второй малыш еще в этом году или уже в следующем? Еще бы! Правительство впервые в новейшей истории пообещало столь царский подарок Материнский капитал при рождении второго ребенка Но только с 1 января 2007-го Родился 31-го, хоть в 23.55 не получишь ничего Это такая призрачная мысль о том, что 250 тысяч получат Но я как-то сильно в них не верю Российские новости тогда сообщали то здесь, то там и подвоха Когда при участии врачей подделывали дату рождения малыша В нашем крае подобного зарегистрировано не было Но это, наверное, тот случай, когда не надо судить строго Рождение ребенка, естественно, невероятное счастье Но если еще такой материальный бонус прилагается, это совсем хорошо 250 тысяч рублей 10 лет назад были очень солидной суммой Хотелось бы, конечно, на жилье Это более реальное такое Никогда не думала, что вообще будет такое когда-то в жизни Краевые власти тоже всегда делали свои новогодние подарки жителям города, как могли Дед Мороз такой прекрасный Бородок на ухо классный Я твоя снегу Накануне 2007-го на губернаторском балу пели исполнители Сослава, Анжелика Варум и Леонид Агутин Тогдашний губернатор Александр Хлопонин вообще любил на мероприятия подвозить московских знаменитостей Судьей хоккейного матча между администрацией и бизнесменами тогда стал эпатажный комментатор Дмитрий Губерниев Следующая шарьба Шарьб не в секунду на площадке Опасный момент на уровне Агут! Праздничные губернаторские приемы, всякие балы были мероприятиями одноразовыми далеко не для всех А вот бывший мэр Красноярска Петр Пимашков вел очень хорошие и стабильные традиции Например, мерские елки для детей с бесплатными подарками А это тоже елки, только фильм Его режиссер, как и прочие гости города, не могли не обратить внимания на ставшую визитной карточкой Красноярской иллюминацию С каждым годом после прихода Пимашкова она становилась все ярче и насыщеннее Десять лет назад появились даже сакуры Многие тогда все это критиковали за бескусицу Но согласитесь, на фоне нынешней кромешной чмы и клаббищенского освещения центра Все это смотрится особо ностальгически прекрасно Но в целом, как и во все времена, празднование Нового года было и будет делом рук самих празднующих И никакой мэр или президент не спасет Ведь ход за 17 лет Нового века много чего изменилось, не изменилось главного По-прежнему в новогоднюю ночь все верят, как никогда, в чудеса и любовь Мы работали для вас целый год Мы старались быть объективными, когда это было возможно Мы снимали те материалы, которые прежде всего, по нашему мнению, были бы интересны вам А не вашим или нашим начальникам Мы были искренни в своем стремлении делать интересные новости Спасибо вам за доверие И по этому поводу можно сказать только одно Оставайтесь с нами, потому что мы вас любим Наталья Кичина, новости ТВК В этом году телезрители ТВК поздравляют наши коллеги из программы «Новое утро» Они уходят на каникулы и в эфир вернутся только 9 января в 6.30 утра Перед праздниками ведущие записали клип, в котором прогулялись по зимней набережной в шортах Потанцевали и посмеялись сами над собой Мы солнце с нами Как бы ни хотелось вам, но солнце с нами Вы уж нас простите Да, я с вами И мы рады этому Здравствуй, Ваня С Новым годом С нами он веселым должен быть по ходу Делайте омлет или бутерброды На новое утро сегодня мода Полную версию этого клипа вы можете посмотреть уже сейчас на сайте tvk6.ru Но я напомню, что новости ТВК работают в эфире все новогодние каникулы Мы возвращаемся 3 января Ну а прямо сейчас у нас информация о погоде После мы вернемся и будем подводить итоги нашего с вами сегодняшнего обсуждения Подводим итоги вашего личного 2017 года Это ночные новости ТВК Мы подводим сегодня итоги года И итоги нашего обсуждения Которые мы как раз таки посвятили вашим главным событиям И судя по смс-сообщениям Главным для вас стало все ровно то же самое О чем говорили новости ТВК Это ремонт проспекта Мира прежде всего Это смена власти Ну и конечно огромное количество личных историй Которые были в эфире новостей ТВК в течение всего года Здесь мы тоже их видим Дети заканчивали школу Люди находили работу Причем видимо очень любимую работу Но к сожалению не всегда делаю вывод В общем из ваших сообщений Получалось найти достойную зарплату Еще в добавок к любимой работе Но есть и те Вот вижу сообщение от Оксаны Которая говорит о том Что ей в этом году наконец-то подняли зарплату Чего она очень ждала несколько лет подряд Так что я думаю ваш 2017 год Он как раз таки останется в памяти Этим событиям Год запомнился тем Что 9 месяцев мы провели без горячей воды Для нас вот такой был главный результат года Надеюсь вы этот год наоборот быстрее забудете Он у вас не вернется уже никогда Но закончить хочу вот таким сообщением от Анны Я закончила техникум с красным дипломом Нашла работу по специальности Поступила в университет Так что все хорошо И появился самый лучший любимый человек Вот мы с Анной сейчас Всем остальным зрителям То же самое желаем Ну а выпуск новостей ТВК подошел к концу Я с вами прощаюсь Но не забывайте что новости выходят каждый день в 20.00 Завтра увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok